Друзья, всем привет! Вы на YouTube канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео будем отмывать грязную занавеску. Эта занавеска моей знакомой. Она висела у нее на даче рядом с газовой плитой. Поэтому на занавеске очень много сажи, очень много копоти, жирных пятен. Занавеска видно, что выцвела на солнышке. Моя знакомая уже ее постирала. Максимально все, что смогла, удалила с этой занавески. Но вот с такими сильными, серьезными пятнами она справиться не смогла. Поэтому отдала мне в надежде, что я смогу что-то сделать с этой занавеской. Я с удовольствием взяла этот образец. И сейчас вместе с вами попробуем максимально очистить эту занавеску. Мне самой интересно, какой результат получится. Давайте еще раз посмотрим, какие загрязнения на занавеске. Во-первых, изначально занавеска была белоснежного оттенка. Сейчас мы видим, что она грязно-серая. Очень много пятен по низу шторы. Вот такие вот крупные желтые пятна от масла. Я уже сказала, что занавеска была рядом с газовой плитой. Поэтому жирные пятна от приготовления все попадали на эту занавеску. В центре тоже все серое. Видно, что ткань полностью забита пылью, грязью. Поэтому все это будем отмывать. И также я вижу, что вся занавеска имеет белые рисунки. Это очень хорошо. Значит, ткань мы сможем выбеливать. Вот видно, что здесь она чуть побелее. Здесь она полностью серо-желтая. Ну, давайте будем приступать. И первое, что я сделаю, это размягчу пятна и выбью пыль из волокон ткани. Сделаю это при помощи обычной соли. Часто я использую соль для того, чтобы сделать полотенце мягкими. Также соль использую, если у меня есть какие-то серьезные застарелые загрязнения. Ровно один час держу ткань в соли. Она становится мягкой. Пятна на ткани тоже становятся мягкой. И более легко удаляются с поверхности. Поэтому здесь у меня теплая вода, где-то примерно 4 литра. И добавляю 600-700 грамм соли на глаз. Можно добавить килограмм соли. Здесь уже, по вашему желанию, ну, не меньше, чем полкило. Обычная пищевая соль. У меня крупная. И теперь в этот соляной раствор опускаю занавеску. Оставляю как минимум на 1 час. Прошел ровно 1 час, и вода в тазу стала серой. Видно, что часть пыли, часть грязи все-таки ушли в воду. Теперь необходимо занавеску достать из воды, хорошо прополоскать. И будем проделывать следующую процедуру. Занавеску я решила отбелить. Раз пятна не удаляются при стирке на высоких температурах, то значит ткань буду выбеливать. Выбеливать буду при помощи отбеливателя АС. Есть еще АС в гранулах, но тот отбеливатель работает абсолютно по-другому. Нужно брать вот именно жидкий вариант. У меня уже конец бутылки, то есть средство я тщательно протестировала. И могу сказать, что белые рубашки офисные, белые полотенца, белые вещи, шторки выбеливает отлично. Результат 100% результат белоснежный. Сегодня буду выбеливать шторку. У меня таз с водой, здесь 5 литров холодной воды. В эту воду я добавляю 150 грамм отбеливателя АС. Хорошо размешиваю. И в этот раствор аккуратно опускаю штору. Оставляем для взаимодействия на 10-15 минут обязательное условие, чтобы штора была полностью погружена в раствор. Моя работа закончена. Занавеска у меня находилась в растворе АС ровно 2 часа. 15 минут было недостаточно. Я оставила занавеску на час. Через час она начала белеть. И через 2 часа я заметила, что кайма полностью отстиралась. То есть максимально очистилась от жирных пятен. Смотрите, здесь было все желтое, грязное. Сейчас кайма чистая. Жирные пятна тоже максимально удалились. Дольше я держать не стала. Побоялась, что что-нибудь случится с тканью. Ткань у меня капроновая. Жирные пятна, грязь хорошо удалились. Серость немного осталась на занавеске. Вот здесь вот видно. Но все равно цвет стал значительно белее. Занавеска выглядит намного приличнее. Я думаю, что обрадую хозяйку этой занавески. Поэтому если у вас есть такая же занавеска дачная, грязная, которую вы планируете выбросить, не выбрасывайте. Дайте ей вторую жизнь. Я думаю, что хозяйке эта занавеска еще один сезон прослужит. Сэкономит семейный бюджет. Поэтому, друзья, буду рада, если вам совет пригодится. Давайте расскажу по ткани. Ткань у меня была капроновая. Поэтому, конечно, сильно выбелить мне ее не удалось. Но все равно на то, на два она стала однозначно чище. И по низу нет абсолютно никаких жирных пятен. На этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Самое главное, чтобы оно было для вас полезным. Если это так, то поделитесь видео в социальных сетях. В комментариях напишите, понравился вам, не понравился результат. Может быть, у вас есть свои какие-то идеи, как можно стирать вот такие вот грязные занавески. Я очень люблю проводить подобные эксперименты. Поэтому информация будет для меня полезна. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!